всех приветствую на моем канале сегодня я достал спустя 40 40 дней свою мухоморовую вытяжку с мухомором вышла у нас вот она такая вот достала из земли на глубине 80 сантиметров была закопана 40 дней сейчас будем эту вытяжку фильтровать и размешивать с водкой я все приготовил уже так это у нас марля сверху я соберу некрасивую такую часть с мухоморов немного подплесневело такая вот жижа это я уберу чтобы не попала в основную массу ее отжимать не буду все остальное что нанесу мы профильтруем через марлю и сок что выйдет разбавим короче самогоном 50 на 50 много собирать не буду того что сок не так и много его ладно вот это я убрал немного сверху где подплесневело такое все остальное будем фильтровать на запах не очень так приятно чтобы ну нормально терпимо я думал похуже будет так будем фильтровать кастрюльку вам или голоду собирал я это 11 октября все это дело мухоморы эти давай лучше так марлю я в два слоя делаешь будем фильтровать нашу вытяжку с мухоморов каша такая получилась хотел сначала трубкой слить аккуратно но разрешил так как раз получается вот на кастрюлю вместилась в это на набивала полную банку трехлитровую вышла литр отошел где-то ну меньше литра все это дело сейчас мы профильтруем и сок этот мухоморовый что вышел смешаем самогоном самогон 35 градусных мой пойдет это чистый сок мухомора без воды без всяких добавок было набито трехлитрово плотно плотно банка мухомора и закопаю землю до 40 дней вот уже прошло 40 дней на улице снега выпал но почти сошел сегодня выкопал этот мухомор их удашу будем делать с нее настойку уже это покуда у нас без спирта чисто отойшелся соки все добавит но самогона 35 градусов на думал поменьше выйдет но может литра где-то литра полтора получается и это еще все не отжато нажать потихоньку не спеша сейчас уже у нас нос на дворе так что за качество съемки извиняйте поставил я прожектор дневной дневного света вот видно у нас потихоньку сжимается сок мухомора мухоморы были сухие не мокрые во время дождя не собирал сухую погоду такие мухоморы мясистые были красивые вот и сока нормально вышло получилось на трехлитровую банку я набивал это наверно больше ведра мухомора 10 литров мухоморы сначала у миска их измельчал ложкой а потом плотно толкачом набью банку запечатаю все и закопал землю потихоньку наш сок отжимается можно конечно уже эту массу выкинуть ну жалко будем до конца добывать уже все мягкое влаги хватает еще грамм сто то жму штыг og я знаю штыг и штыг и штыг и штыг штыг Эта вытяжка из мухомора полезна для суставов, если болят, так смазывать. Также от многих других болезней перечислю в описании уже. Ну, основная цель – это когда колени воспалились там, просквозило или в холодных условиях там потрудился, что-то еще бывает так хорошо при этом деле. Основная цель добычи этой мухоморохи – это суставы мазать зимой. Ну, довольно так нормально вышло. Литра где-то, думаю, полтора даже больше. Еще, еще потихоньку струйка отжимается. Конечно, если бы я в четыре слоя марлю слою, то было бы смелее сжать его. Так боюсь, чтоб не лопнуло, да не прорвалось. А когда с под земли раствор этот достал мухомора, то он красивый был, из такого рубинового цвета. Но сейчас он смутился, что такое не очень красивая коричневая субстанция, коричневый сок. Но он потом отстоится, будя рубинового цвета опять. Сейчас потом еще раз профильтруем уже через более тонкий фильтр, чтоб очистить от мелкой примеси. Также можно и внутрь принимать этот раствор, но уже там осторожно надо и каплами все это дело регулировать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все-то дела делаю на картоне, так что если мимо капли капают, то ничего, нормально. Ну все. Больше, думаю, не буду уже. Там уже осталось буквально капелька. Бросаю все это дело в миску, в отходы. Хотя можно, в принципе, если отсюда свитнуть. Ну тут мне красиво такое. Жижа сверху коричневая была, с плесенью. Горбок даже пошел расти. Так что вверх отбросив все-таки не буду, это что, не будем мелочиться. Все это выбросим. Получилось у нас вот столько сока с мухомора. Все это дело заливаем мы в банку трехлитровую. Заливаем банку. Думал, через дуршлаг. Снимаю продолжение. Я по мухоморихе. К сожалению, закончилось место на карте памяти. Я включил короче фосик. Вроде нажал на запись, но не заметил, что не записывая. Так что остальный процесс не заснял. Но оставалось нам только добавить лодки к мухоморихе. Да и все. Так что многое вы не потеряли. Основное, что я хотел, показал, я сказал. Разбаза нашу мухомориху 50 на 50. Это половина получается сок мухомора, вытяжка. И половина долил я самогоном 35 градусным. Получилось у нас около трех литров вытяжки такой. Некоторые то добавляют сразу в мухоморы водку. Ну, так лучше делать, когда уже отстоится сок натуральный, без всяких там добавок. То уже видно, сколько надо все доливать. Получается, на 3 литра набита была банка мухомора плотно. И вышло с трех литра у нас полтора сока. И добавили полтора сюда водки. Будем ждать, сколько, ай, недельку постоит где-то. Поставлю подвал. Отстоится. Потом аккуратно шланжиком я солью. Сверху, чтобы будет чистое. А что на дне останется, выброшу, да и все, скорее всего. Чтобы не фильтровать уже. А может и профильтрую. Потом же, как получится. Я через недельку тогда уже сниму, что у нас вышло. Цвет какой будет там. Красивая или красивая. Тут дело не в красоте. Главное, чтобы все нормально было. Под описаниями я напишу там, под видео, что к чему и для чего. Всем, кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Буду сейчас снимать что-нибудь интересное. Думаю, еще сходить за сабельником на болота на днях. Сейчас на улице то снег, мороз отошел немного, а днем так 0, минус 1. Так что можно идти на болотащийся, посабельник. Если там сохранились листья, покажу, что за растение такое, если что не знаю. Ну и расскажу для всего тоже. На этом будем мы заканчивать. Всем, кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До свидания.